Всем привет! У меня в руках MF3RS2. Меня этот кубик заинтересовал тем, что это кубик из бюджетного сегмента, но внутреннее строение этого кубика очень напоминает строение топового кубика V-Long GTS V2M. У меня возникла идея замагнить бюджетный кубик для того, чтобы он стал больше похож на топовый кубик, учитывая то, что у них довольно похожее внутреннее строение. Но я не просто замагнитил этот кубик, я сделал двойное замагничивание. В обычном магнитном кубике используется 48 магнитов. Я сюда поставил 96 магнитов. Такое количество используется в кубиках 4х4 и 5х5. Я в кубик 3х3 поставил 96 магнитов и результат получился довольно интересный. Ощущение немного отличается от кубика, где стоит 48 магнитов, потому что эти магниты немного по-другому себя проявляют. Я еще кое-что придумал с полярностью. Здесь необходимо соблюдать особую полярность для того, чтобы проявлялись все свойства 96 магнитов. Я пока не знаю, делали кто-нибудь подобное. Во всяком случае, в интернете информацию не нашел. Я даже не знаю, как назвать данную модификацию. Возможно, стоит назвать ее двойное замагничивание. Либо модификация 96, потому что здесь используется 96 магнитов. Но вы в комментариях можете написать свои варианты названия этой модификации. Мне будет интересно почитать. А купить топовые бюджетные кубики Рубика, а также аксессуары для спидкубинга, такие как магниты, вы можете в крупнейшем в России магазине головоломок ccstore.ru. В этом магазине вы найдете не только кубики Рубика, но и множество других интересных головоломок. От самых простых, таких как Pyramorphics, до более сложных, таких как Pedaminx. А также в магазине проходит очень интересная акция. При каждой покупке вы получаете подарок. Подарком может быть Mirror Blocks, кубик-брелок, подставка для кубика, смазка для кубика. Все будет зависеть от вашего заказа. В описании я оставлю ссылку на магазин и группу ВКонтакте. А мы перейдем к двойному замагничиванию MF3RS2. Поехали! MF3RS2. У меня уже был подробный обзор на этот кубик на втором канале. В описании вы найдете ссылку на этот обзор. Но сегодня мы будем магнитить. Попытки сделать за него топовый кубик. Так что сегодня мы попробуем превратить MF3RS2 в A-Long GTS V2M. Давайте, кстати, посмотрим внутреннее строение, чтобы понять, что эти кубики внутри действительно очень похожи. В обоих кубиках не используется праймер и пластик. В обоих кубиках есть шляпка на центральном элементе. Вот здесь шляпка. И здесь шляпка очень похожая. Ребра имеют очень похожие формы. Единственное, что в этом ребре есть дополнительный блокиратор. Здесь его нет, но тем не менее, ребра очень похожи. Что же касается углов, они имеют практически идентичное строение. Единственное, что в этом кубике ножка острая, а здесь ножка более закругленная. А так строение очень похоже. Здесь не то, что похоже строение углов, оно абсолютно идентичное. И даже можно было поменять местами элементы, но вот здесь штрек вот этот повернут вот так, а здесь повернут до 90 градусов. То есть я не могу вот отсюда элемент взять и поставить сюда. А так они абсолютно одинаковые. Единственное, ножки немного различаются. Для того, чтобы замагнить кубик, нам необходимо для начала его полностью разобрать. Теперь необходимо каждую деталь протереть, для того, чтобы когда мы будем ее разбирать, смазка не попала вовнутрь. Можно использовать обычную тряпку, слегка влажную, а можно просто взять влажные салфетки, и тогда это все получится намного быстрее. И само собой, потом необходимо будет смазать кубик. Поэтому, если вы собираетесь это делать, прозаботитесь о том, чтобы у вас была смазка. Теперь разбираем каждую деталь. Все ребра и все углы. Можно, конечно, сортировать. То есть мы разобрали одно ребро и положили его. Разбираем второе ребро, кладем рядом. Тогда будет проще потом собирать кубик. Углы разбираются немного сложнее. Здесь необходимо раздвинуть две детали. Когда появляется щель, начинает сильнее раздвигать. И вынимаем одну деталь. Дальше снимаем. Вот так. И у нас остается только ножка. Итак, мы разобрали весь кубик. При этом деталь не путали. И собрать его поэтому будет намного быстрее. Теперь нам необходимо приклеивать магниты. Теперь нам понадобятся магниты. Ссылку на такие же я оставлю в описании. Также нам нужен секундный клей. Если вы собираетесь магнитить кубик, я рекомендую использовать не самый дешевый клей. Мне вот этот клей фирмы БИК очень нравится. Я его использовал во многих проектах. Так что он очень крепко держит. Теперь берем половинку ребра. Деталь от уголка, в которую вставляем ножку. Вставили ножку. И сопоставляем две этих детали, так как они будут сопоставляться, когда кубик будет собран. Вот так это будет выглядеть. Максимально ровно необходимо будет их сопоставить. Теперь берем два магнитика. Нам не нужно запоминать, где какая полярность. Магниты сами станут так, как вам надо. Кидаем один сюда, бросаем сюда магнит. Теперь просто подносим ребро к уголку, и магниты сами примут нужное положение. Все. Магниты притянулись друг к другу, и у нас две эти детали притягиваются. Все, что теперь осталось, это капнуть на магниты немного клея. В уголок и в ребро. Сделать надо максимально аккуратно, для того, чтобы магниты у нас не сдвинулись. Сначала капаем в уголок. Ждем пять секунд. Убираем это ребро. Подставляем новое ребро. Бросаем в него магнитик. Бросили. Магнитик сразу принял нужное положение. Теперь необходимо немного подвинуть ребро, для того, чтобы оно максимально ровно стояло. И капаем сюда клей. Теперь у нас есть опорный угол, относительно которого мы будем склеивать все ребра. После того, как мы склеим все ребра, у нас будет какое-нибудь ребро опорным, и мы будем склеивать все углы. После того, как мы приклеили магнит в каждое ребро, будем клеить магниты в уголки. Для этого убираем вот эту деталь, где у нас уже есть магнит. Оставляем ребро. Берем деталь уголка, в которой еще нет магнита. Прикладываем к ребру. Максимально выравниваем. И точно так же бросаем магнит и капаем клей. Бросаем магнит, выравниваем Если хотите, чтобы максимально ровно все было, вставляем сюда ножку И при помощи ножки уже максимально ровно можно выровнять Сейчас работа может пойти уже немного быстрее, потому что нам не надо ждать, пока застынет здесь клей Просто берем еще одно ребро, еще одну деталь от уголка и склеиваем Лучше, конечно, использовать одно опорное ребро, тогда будет меньше погрешность Но, в принципе, с двумя ребрами будет не такая сильная погрешность Плюс нам идеальная точность ее не нужна Магниты будут притягиваться, даже если они будут не идеально точно стоять Мы приклеили уже все магниты, в принципе, они довольно хорошо держатся И можно было бы уже собирать детали, но дело в том, что если мы соберем кубик в таком виде И он у нас вдруг упадет, есть вероятность того, что магнит может отклеиться Поэтому рекомендуется немного укрепить эти магниты Самый популярный способ укрепить магнит воспользуется содой Берем нашу деталь, капаем немного клея, используем тот же самый клей, который мы использовали до этого Капнули немного клея, и пока клей еще мокрый, сыпем немного соды в саму деталь Насыпали, вот так это выглядит В принципе, уже можно вытряхивать соду И таким образом вокруг магнита у нас появились довольно крепкие стенки Также вместо соды можно использовать мелкую соль Еще один способ это использовать какой-нибудь густой клей Можно использовать клей вот такого типа Здесь даже написано гель Просто делаем капельку клея вокруг магнита И за счет того, что он густой, этот клей не растекается, как предыдущий Сейчас покажу Капнули немного клея Таким образом вокруг магнита у нас появляется дополнительная оболочка После того, как мы все склеили и укрепили, можно забирать детали обратно Перед тем, как собрать кубик, лучше, конечно, еще раз протереть детали Для того, чтобы убрать наверняка остатки соды Лучше, конечно, всего использовать влажные салфетки Кубик держится и без крестовин за счет того, что уголки притягиваются к ребрам Теперь давайте соберем его по-человечески Магнитный кубик уже почти готов, осталось только его смазать Я использую белую мару Ситуация следующая Я уже замагнитил кубик В принципе, магниты ощущаются, когда вы медленно вращаете грани Но ощущаются очень слабые Если начинать быстро вращать кубик, эффекта от магнитов практически нет Поэтому я хочу добавить сюда еще 48 магнитов Здесь уже стоит 48 магнитов, добавлю еще 48 Здесь будет 96 магнитов Точно так же, как в кубике 4х4 и в кубике 5х5 Каждое ребро состоит из двух деталей И на всех этих деталях магнит приклеен с одной и той же стороны Получается, когда мы собираем ребро Вот сейчас здесь на синий, здесь на красной детали Собираем ребро И у нас получается, что магнит находится один с этой стороны Один вот с этой стороны Здесь в синей детали, здесь в красной Это же касается уголков В каждой детали магнит приклеен на одной и той же стороне Когда мы собираем полностью уголок, у нас получается, что на каждой стороне по одному магниту Но у нас в каждой детальке есть еще вторая сторона, куда мы тоже можем приклеить магнит Получится, когда мы закроем детальку, у нас с одной стороны будет находиться два магнита Один в красной части, другой в синий И здесь у нас также один в красной части, другой в синий И поэтому я сейчас собираюсь в каждую детальку добавить еще по одному магниту Всего у нас будет 96 магнитов И по идее магнит будет ощущаться в два раза сильнее Итак, процедура у нас следующая Берем половинку ребра и с той стороны, где у нас пока еще нет магнита, подносим угол У нас как раз получится, что угол будет совпадать с той стороной, где у него тоже нет магнита. И вот так это будет выглядеть. Максимально ровно совмещаем. То есть, делаем все точно так же, как в прошлый раз. Итак, я сейчас разместил уже в каждой детали по второму магниту. Сделать это было очень непросто. Я воспользовался отверткой для того, чтобы притягивать магниты. И карандашом, потому что он не притягивается. То есть, я отверткой подносил магнит, а потом карандашом его снимал. Теперь просто приклеим магниты. Каждую деталь я хорошенько укрепил с содой. Также хочу обратить внимание на то, что я решил соблюдать определенную полярность. Я делал такую полярность, при которой вот так вот две половинки притягиваются друг к другу. То есть, вот эта сторона, само собой, не будет притягиваться, как в обычном кубике. А вот этими магнитами они будут друг к другу притягиваться. Я потом расскажу, для чего это сделано. Детали друг к другу притягиваются. Кубик можно даже вращать. Он держится очень хорошо, намного лучше, чем было. Результат меня приятно удивил. Я не зря потратил 2 часа и 48 магнитов. Кубик стал намного лучше. Кстати, я говорил по поводу полярности. Я специально сделал полярность такой, что ребра друг к другу притягиваются. Это же касается углов. Углы тоже друг к другу вот так притягиваются. Но при этом, ребра и углы тоже притягиваются друг к другу. Вот. У нас все детали притягиваются друг к другу. Все дело в том, что если бы этого не сделал, у нас кубик также фиксировался бы вот в таком положении. Сейчас в кубике магниты из красной области притягиваются к магнитам из красной области. Магнит из зеленой области притягивается к магнитам из зеленой области Но при этом магниты из вот этой зеленой области будут отталкиваться от магнитов из этой красной области То есть когда я вот так поставлю, вот эти детали друг от друга будут отталкиваться Вот здесь в зеленой области посередине магнитик И здесь в красной области тоже посередине магнитик И они друг от друга отталкиваются Если бы они притягивались, у нас кубик зафиксировался бы вот в таком положении То есть он зафиксировался бы и вот в таком положении, и вот в таком Поэтому для того, чтобы исключить такие ситуации, я сделал так, что вот в таких положениях магнит друг от друга отталкивается И кубик возвращается в нужное положение Они отталкиваются настолько сильно, что кубик возвращается в нужное положение И это очень интересно Как я уже говорил в начале видео, результат превзошел все мои ожидания Кубик получился очень хороший Он не ощущается как бюджетный кубик Он ощущается как кубик из топового сегмента Когда я первый раз замагнитил кубик, это не дало практически никакого эффекта Магниты ощущались очень слабые Если медленно вращать, я, конечно, чувствовал магниты Но стоит начать быстро вращать, и магниты вообще не ощущались Поэтому я решил замагнить кубик во второй раз Сделать двойную магнитизацию кубика Кстати, напоминаю, что пишите в комментариях, как стоит назвать модификацию Решил замагнить кубик во второй раз И я ожидал того, что, может быть, он станет хуже Ну, вполне такое могло быть, потому что раньше я такого не делал Но в теории должно получиться все хорошо Также боялся того, что он, может быть, наоборот, слишком сильно замагничен Оказалось, что получилось, наоборот, очень даже неплохо Также я говорил про полярность Я специально повернул магнит так, чтобы в таком положении Они друг от друга отталкивались, а в таком положении притягивались И при такой схеме магниты лучше доворачивают грани То есть магниты у нас получаются не слишком сильные Легко вращать грани Но при этом, когда я немного не довернул грань Она намного легче сама возвращается в нужное положение Это довольно интересно И мне кажется, стоит попробовать такую же магнитную модификацию Двойную магнитную модификацию На других кубиках, мне кажется, должен получиться довольно интересный эффект Так что я результатом абсолютно доволен Рекомендую вам пробовать сделать то же самое Если у вас есть кубик MF3RS2 На других кубиках я пока не пробовал Если у вас есть такой кубик, можете пробовать Сделать сначала одну гнидную модификацию Поставить 48 магнитов, попробовать поворащать Если вам покажет, что магнит слишком слабый Поставить еще 48 магнитов И я почти уверен, что вам этот кубик понравится Я надеюсь, вам понравилось также сегодняшнее видео Если оно вам понравилось, не забудьте подписаться на мой инстаграм Ссылка на него есть в описании Также в описании ссылки на все мои социальные сети И на самую крупную группу ВКонтакте по спидкубингу Это группа магазина CCC Store И на этом все, спасибо за просмотр Всем пока!